В эфире седьмого новости в студии Олеся Татар. Здравствуйте. Долгостроями бывают не только многоквартирные дома. В селе Ставрово Окнянского района почти 10 лет не могут построить новую школу. На прошлой неделе глава обл. администрации Максим Степанов заявил, что купил себе дом в этом селе, чтобы его налоги шли в бюджет Ставрово и Окнянского района. Наша съемочная группа пообщалась с местными жителями, чтобы выяснить, действительно ли строительство новой школы там необходимо и какие еще есть проблемы в населенном пункте. Подробности далее в сюжете. Екатерина Ивановна – учитель младших классов Ставровской школы. Зданием учебно-воспитательного комплекса уже 113 лет и с каждым годом условия для обучения малышей все хуже. Нам повезло именно с примещением, что у нас из всей школы самый больший класс, как вы видите. А в соседних там очень тесно. Умов, на жаль, нет таких, как бы хотелось. Удобство на улице – отопление только в классах. С потолка так и норовит упасть кусок штукатурки. Косметический ремонт в школе делают чуть ли не каждый год. 22 педагога теснятся в маленькой учительской. Детям тоже особо развернуться негде. Крошечный мрачный спортзал, допыльная площадка на улице. Вот и все школьные развлечения. У нас деток очень много. Школа у нас большая. Как видите, для села тут очень много учеников. Дети действительно, как я сказала, попереду нет, где не развернуться. Дети не знают, что такое полноценный стадион. Они не имеют спортивного майданчика. В классах действительно зимой. Вы не были у нас зимой. У нас в классах тепло, но в коридоре, на жаль, очень холодно. Дети через это болеют. Потому что с тепла в холод быстренько вышли и уже все. По словам родителей, здесь очень сильный преподавательский состав. Несмотря на условия, дети регулярно занимают призовые места на различных спортивных соревнованиях и научных олимпиадах. Правда, из 228 учеников Ставровской школы лишь 170 – местные дети. Остальные приезжают из соседних сел и даже соседнего района – Подольского. У нас было тут поблизости села, где были початковые школы. В связи с тем, что там уменьшилось количество детей, эти школы были закрыты и все дети подвозилися до нас. А потом дети родились, но все-таки дети ездили до нас. Если на сегодняшний день с 11 сел до нас подвозятся до школы дети. В нескольких метрах от старой школы стоит новое здание из кирпича – будущая школа. Ее начали строить почти 10 лет назад, но последние 4 года никаких работ там не проводили. На прошлой неделе глава облгосадминистрации Максим Степанов сообщил, что купил дом Ставрова и прописался там, чтобы его налоги 3 миллиона 732 тысячи гривен пошли в местный бюджет. Деньги планируют направить на достройку новой школы. А вот жители улицы Механизаторов, где находится дом Степанова, о новом соседе услышали впервые. Нам требуется, чтобы кто-то жил, что-то нам поможет. А что? Ой, тем больше началось, тем лучше. Да что тогда будет хорошо, может, у меня заборчик там справляют. Ну и что, что-то. Школой и заборчиками местные проблемы не ограничиваются. По словам людей, чуть ли не каждый второй-третий дом пустует. Люди уезжают, работы нет. Хорошо, школу построят, да? А дальше, что молодежь где тут работать в селе? Работы нет? Что делать? Скажите, пожалуйста, что молодым людям работать в этом селе? Надо, чтобы работу сделали, чтобы рабочие места создали. И как в других районах Одесской области, одной из главных проблем остаются дороги. Местами и вовсе направления. Екатерина Лапицкая, Александр Полуев, Евгений Руденко, Седьмой канал. На Бочарово городские власти собираются демонтировать мини-рынок. Под решение исполкома попалось десяток торговых павильонов, которые были единственным источником дохода для многих семей. С решением городской власти предприниматели не согласны, и поэтому вышли на акцию протеста. А тем временем к торговым точкам уже подъехала тяжелая техника. Чем все закончилось, знает наш корреспондент Марьям Эль-Хасан-Али. На Бочарово до сотни предпринимателей представители городской власти. Сейчас чиновники хотят демонтировать эти торговые точки. Он находится в решении исполкома номер 294 28.07.2016 года. Этот объект незаконно установлен здесь, поэтому мы приступили к демонтажу. Возле одного из павильонов уже стоит техника, но к работам пока не приступают. Предприниматели пытаются найти с чиновниками общий язык. Представители города предлагают людям сходить в мэрию. А что вы не пошли? Мы сегодня были, мы сегодня были. И сегодня в грубой форме нас просто послали на три буквы. С нами никто общаться не хочет. Придите завтра. Олег один из тех, кого возмущает решение горсовета. Мужчина ведет свой маленький бизнес уже 13-й год. Все это время небольшой павильон кормил его огромную семью. В этом бизнесе нас три брата и мама. То есть у нас четыре семьи кормятся. У каждого из трех братьев по два ребенка. У двух братьев два маленьких ребенка по три месяца. Год назад мужчина не смог продлить в мэрии договор аренды. По его словам, тогда городские власти пообещали – торговую точку оставят. Нужно будет только постелить плитку и сделать из своего павильона новый маф. Предприниматель согласился на такую сделку. На сегодняшний день с нами никто не разговаривает. То есть все идет в кулуарах. У вас все будет хорошо, все будет нормально. Мне надо пойти на биржи и стоять с протянутой рукой. Без единственного источника дохода мэрия собирается оставить с десяток семей. Мы хотим напомнить, что, Геннадий Леонидович, мы хотим человеческое отношение. То есть реконструкция, пожалуйста. Вот это вот сколько? Пять-шесть предпринимателей. Да их оставьте и остальные там кого добавляем, пусть добавляют. Но то есть нас не выжимать. Юристы считают действия горсовета незаконными. Среди документов только копии, которые не заверены нотариально. То есть мы не понимаем, откуда это решение вообще появилось. Оригинальное решение нам никто не предъявил. Мы его не видели. Снести торговые точки люди не дали. Через пару часов представители города уехали. Тем не менее договоры предпринимателям тоже не продлили. Теперь люди обещают, будут ходить на прием к мэру каждый день до тех пор, пока он их не услышит. Мария Мальхасанали, Евгений Ячменцев, Седьмой канал. А вот на проспекте Небесной сотни работники мафов незаконно сливают нечистоты в канализационные люки. Все это происходит прямо возле детских площадок и оживленных улиц. Чем чревато благоустройство территории мафами от Одесской мэрии, смотрите в сюжете Ольги Голодовой. У нас регулярно забивается канализация. В наш подвал сливаются нечистоты из этих самых мафов. Они работают круглосуточно, занимаются продажей шаурмы и разных жиросодержащих пирожков и так далее. На проспекте Небесной сотни, возле дома номер 3, работники мафов используют канализационные люки, к которым подключены многоэтажки. Сами же ларьки не имеют собственного водоотведения. В этом месте находится канализационный люк, но вода не уходит, так как он забился. Наверное, из-за этих остатков жира, грибов и картофеля. Соседи говорят о том, что утром они выходят с тазиками и выливают пахло. Даже на остановке запах был, ну, всех вот этих фекалий. У них нет слива, у них нет водопровода. В будках с хот-догами и шаурмой рассказывают обратное. Скажите, а у вас есть канализация? Девушка, что за бестактность? Надо сначала спросить, а потом снимать. Есть у нас канализация. У вас жалуются, что у вас нет канализации, сливаете отходы? В грязную воду куда выливаете? Вывозим. Вывозим? Ну, конечно. У нас есть вот такие баклашечки. Мы привозим и возим каждый день водичку. Все с собой. Где вы моете продукты и руки? У нас тут все есть. А куда вода убегает? Канализация. Местная жительница Виолетта рассказала о своих рабочих буднях в одном из мафов. Также здесь работала прямо вот по домам. Мне было удобно. В одном из ныне стоящих мафинов. Хот-доги. Что могу сказать по поводу работы? Санитарей никакой. Канализации нет. Все вручную, как раньше, как бабушки в деревне. Тазик, водичка, помыли. А выливали воду куда? В воду. А вот воду мы выливали сзади мафина. В ЖКС коммунальщики пообещали, что за загрязненные территории хозяева мафов заплатят штраф. Никакого сотрудничества нет. Мы с ними боремся как можем. А как вы с ними боретесь? Предписание даем, что это нельзя делать. И что, слушаются? Ну, как видите, нет. Мэрия назвала установку мафа в районе Таирова благоустройством территории. Но местные жители другого мнения. Ведь скоро к пяти будкам добавят еще одиннадцать. Ну, вот они здесь, да, срезают деревья, ставят будки. Зачем здесь этот базар? Он вообще не нужен. Ольга Голодова, Алексей Филиппов, Седьмой канал. Водителя задержали, автомобиль изъяли. Война дорожного контроля с незаконным шлагбаумом на лонжероне продолжается. Во вторник у одного из активистов требовали оплату парковки. Без денег Юрия Головчука и его беременную жену не выпускали, и активист снес преграду. Уже вечером Юрия силой доставили в приморский отдел полиции, а машину забрали. Обо всем по порядку в сюжете наших журналистов. Еще один незаконный шлагбаум на лонжероне со своими тарифами и расчетом. Деньги прямо в руки и никаких вам паркоматов. Стоит незаконный шлагбаум. Утром была угроза в принципе жизни моей беременной жене, потому что ей было плохо, мне надо было выехать. А меня не выпускали, потому что у меня не было денег с собой, и я не пользуюсь своими услугами. Ну ты же слова свои сделаешь, давай. Что за слова? Что? Ломаешь, ломаешь. Какие слова? Детские. После инцидента Юрий Головчук анонсировал акцию протеста на том же месте вечером. Только к тому времени его ждали два десятка правоохранителей. Полицейский Сергей Панфилов сообщает, Юрий сбил шлагбаум и скрылся с места ДТП. Этот автомобиль явился участником дорожно-транспортного происшествия. С причинением материального ущерба. Я вам объясняю, что... Автомобиль участвовал, а я здесь при чем? Вы, значит, передавали кому-то, либо сами участвовали. И будет разбирательство и следствие. И что, есть основание меня задерживать и доставлять в райотдел? Я вам объясню, да. Основание меня задерживать? Хороший уклон, полиция, можете обжаловать наши детские. Будьте любезны, я вам предлагаю проследовать. Вы предлагаете проследовать или вы меня задерживаете? Проследовать. Вы меня задерживаете или предлагаете? Задерживать, это будет уже сад, если будет задерживаться. Я вообще предлагаю, да. Я отказываю вам в вашем предложении. Вы будете доставлены в райотдел. Как вам еще объяснить? Вы создадите протокол задержания и поехали. В таком количестве задерживаете и просите проехать людей в райотдел? Здесь сейчас идет сезон. Это зона обслуживания общественного порядка. Час назад не было здесь. Час назад возникли. Что вы там не были? Вы в кустах спали. В каких кустах? Объясняю. Деление полиции. Видео есть. Виспадим в кустах. Диалог с полицией длится больше часа. Общего языка стороны не находят. Даже если это было дорожно-транспортное происшествие, я еще раз повторюсь, это административное правонарушение. Это просто штраф или лишение права управления. Но никак не уголовное, где нужно задерживать, нужно приглашать такое количество полицейских. В ответ на обвинение правоохранителей, активист дорожного контроля написал два заявления о незаконности шлагбаума и неуважительном поведении правоохранителей. Уже к 9 вечера Юрия Головчука все же задержали. Доставили в Приморское отделение полиции. Скажите, пожалуйста, вы понимаете, что вы на сегодняшний день являетесь цепными псами власти? Вы пригнали 20 человек на задержание одного. Там были бывший Беркут, там были сотрудники полиции. Когда нужно, вы берете 20 человек, потому что эта парковка принадлежит кому? Депутаты горсовета. У нас не было обращения депутата о том, чтобы задержать конкретного активиста. Только подчиненных депутата, да? Обыкновенное рядовое дело. За сутки, ну никто так эти дела не расследует, за сутки при наезде до шлагбаума, не выяснив, кто это сделал, как, они так быстро все это сделали, все расследовали, автомобиль забрали. Ну, у меня только одна мысль. Это просто заказ нашего депутата, которому помешали. Автомобиль Юрия изъяли как вещественное доказательство. Что грозит активисту за снос незаконного шлагбаума, пока неизвестно. Анна Грынев, Ирина Рогозянская, Алексей Филиппов, Валентин Мирза, 7 канал. Обокрали уголок старой Одессы. Известная ландшафтно-архитектурная экспозиция рядом с тещиной мостом пострадала от рук вандалов. Скульптура, венчающая чашу фонтана, исчезла. Все подробности в сюжете Юлии Федоровой. Фигура женщины высотой, может быть, 60 сантиметров. Красивая такая скульптура с драпировкой. Уголок старой Одессы осиротел. Скульптура девушки, венчающей чашу старинного фонтана, исчезла. Вот пришла молодежь. Распили здесь бутылку шампанского и начали крушить и ломать. Известный художник-реставратор Алик Мирзоев говорит, скульптура была установлена неграмотно. Нагрузку бетона на тонкий и хрупкий стержень не рассчитали. То, что случилось, неудивительно. Этот стержень держал небольшую скульптуру. Такую маленькую скульптуру вообще нельзя на улице держать, потому что обязательно найдется какой-то варвар, который или поломает, или захочет увезти себе на дачу. Если бы был приличный штырь, его бы не поломали. В начале 19 века подобные фонтаны устанавливали во двориках в центре Одессы. Он был восстановлен и функционировал. Здесь была чаша полная воды. Вон, видите, даже полоса темная. Чаша полная воды. Отсюда тоже фонтанировано все вокруг. Было очень свежее такое, знаете, влажное место, где люди могли отдыхнуть. Скульптура была расположена сразу при входе на территорию комплекса. Теперь ансамбль, воссоздающий аутентичный элемент городского дизайна, утратил весь свой шарм. Сделав этот дворик, вложил средства, нужно было подумать об охране всего. То есть вложенные деньги получаются на ветер, да? Следы увечья остались и на скульптуре грифона, изготовленной в 19 веке в Париже. Уродливую дыру в груди мифологического существа заделали с помощью монтажной пены. И вот что из этого вышло. Когда ударили, чугун туда провалился, вовнутрь. А пеной уже сделали для того, чтобы нарастить форму. Выйти же на след вандалов, похитивших скульптуру над фонтаном, скорее всего, не удастся. Будут ли восстанавливать композицию с нуля, пока неизвестно. Юлия Федорова, Никита Кричко, Седьмой канал. Полсотни участников из десяти областей Украины. В Одессе проходит четвертый полуфинал соревнований по бочи паралимпийскому виду спорта. О том, что это за спорт и насколько он важен для особенных людей, знают наши корреспонденты. Александр Одессит, говорит, открыл для себя новый вид спорта в начале этой весны. С тех пор парень загорелся целью – принять участие во всеукраинских соревнованиях. Мне сейчас очень важна эта игра. Это как полуфиналы. Мне хочется выйти в финал. Есть такая возможность себя проявить, показать и, во-первых, рост. В этом можно себя найти и достигать новых вершин. Бочи – это пара олимпийская спортивная игра на точность. Ее суть – бросить мяч дальше своего конкурента. Участвуют три человека. Первый ставит перед соперниками мяч белого цвета. И максимально должен приблизить свой мяч к этому белому мячу. И, соответственно, переход идет к следующему игроку. И он должен как максимально приблизить свой. И я должен, соответственно, бросить как максимально ближе свой мяч. В этой игре принимают участие полсотни людей с особыми потребностями. Победителей выберут судьи. Мы будем оценивать по правилам Бисфеда. Это международная федерация Бочи, по которой мы работаем здесь, на чемпионате Украины. И четко работаем по этим правилам международной классификации нашей. На всеукраинские соревнования приехали игроки со всей Украины. Это единственный, практически почти у каждого единственный шанс социально реабилитироваться, просто повидать мир, просто поездить на такие соревнования, как сейчас проходят. Это очень важно для них. Это уже четвертые всеукраинские соревнования по Бочи для людей с особыми потребностями. В Одессе их проводят второй раз подряд. Активисты вместе с правоохранителями проверили условия передвижения по первой велодорожке в Одессе. Напомню, велосипедисты уже три года борются за свои права и безопасное перемещение по дорогам. С какими препятствиями столкнулись любители двухколесного транспорта, узнавала Ирина Рогозянская. 350 метров велодорожки появилась на улице Ольгиевская. Однако велосипедисты не могут ее пока что использовать в полной мере из-за ряда препятствий. Подойдите сюда, пожалуйста, посмотрите. Вы, когда оказываете услуги, перекрываете клиентами свою велодорожку. Вдоль тротуара таких точек для продажи еды и напитков еще две. Место для торговли, по словам продавцов, было согласовано с мэрией. Вы ездите четыре. Ну, а это было сделано в 2016 году еще до обустройства велодорожки. Я понимаю, но срок годности у него еще есть. Мы сами... Это не наша проблема. Велодорогу сделали, а нас об этом не возбудили. Представители городских властей, в свою очередь, уверяют, что сделали все необходимое для того, чтобы обеспечить передвижение велосипедистам. Если мы посмотрим туда, мы увидим там знак «Стоянка запрещена». Если мы посмотрим дальше, мы тоже видим знак «Стоянка запрещена». Кто прав, а кто виноват в этой ситуации, будут разбираться правоохранительные органы. Сами же велосипедисты относятся с пониманием к происходящему. У нас пока люди не знают, что такое велодорожка. Это нормально. Все страны перешли. По ней будут гулять пешеходы. Очень долго будут гулять пешеходы. До тех пор, пока здесь не будет ездить много велосипедистов. Много велосипедистов здесь начнет ездить, когда это кольцо замкнется. Когда уже вырастет поколение, которое будет жить на этой улице, будет видеть, что здесь можно передвигаться на велосипеде. Велодорожка на Ольгиевской стала первым звеном масштабного проекта, разработанного одесскими велосипедистами. Согласно их планам, уже через два года маршрут для любителей двухколесных будет проходить по всему центру города. Ирина Рогозянская, Андрей Кульба, Седьмой канал. Отчитались о готовности. Сотрудники спасательно-водолазной службы города уверяют, что готовы к курортному сезону. Говорят, в этом году их работа станет еще более оперативной. Спасать жизни одесситов и гостей города будут не только на моторных лодках, но и на новых скутерах. Их восемь, и городу они обошлись в 3,5 миллиона гривен. Нам было выделено в этом году более 6 миллионов денежных средств на приобретение нового имущества. Часть около 3 миллиона 455 тысяч гривен. Это было закуплено 8 комплектов скутеров на скутера с лафетами для их возможностей транспортировки. Закупались они через процедуру тендерную, через Прозоро. Кроме того, в ближайшее время купят и катер, и специализированное оборудование для водолазов. Они, кстати, уже обследовали дно прибрежной зоны. Уверяют, опасности нет и можно купаться. Кучи икорей все время находили, старинных еще. Предметы еще во время войны не только 41-го года, а даже когда еще в Одессу это атаковали, тогда еще было, ядра находили, пушечки находили. Даже люди говорят, амфоры находили. Мы обследуем, составляем карцер, потом следующий этап, это мы извлекаем эти предметы из воды и делаем все, чтобы жители города и гости отдыхали безопасно, не натыкались ни на что, не получали травмы. С точки зрения безопасности у нас отсутствует информация только по одному пляжу. Это пляж детского санатория «Молодая гвардия». Информации у нас отсутствует. Что касается остальных пляжей, то у нас есть информация о том, что водолазное обследование у них проведено, и спасатели у них подготовлены и есть на берегу. Отметим, в управлении ГСЧС Одесской области заявили о том, что одесские пляжи не готовы. Все подробности смотрите в шестичасовом выпуске новостей. Сигарету на конфету. Под политехом прошла студенческая акция в честь дня отказа от курения. Первокурсники медицинского университета предлагали одесситом сладости, средства контрацепции и тесты на беременность в обмен на табачные изделия. Организаторы говорят, что за время такого мероприятия сигаретами заполняют около двух коробок и раздают ведро конфет. Табак потом утилизируют. Не курите меня. Только вот начали, и уже люди неравнодушные оказывают свое внимание. Ребята раздают конфеты, информационные буклеты, презервативы, тесты на беременность в обмен на сигареты. Добавлю, поддержала акцию клиника дружественная молодежи. Там можно пройти бесплатный тест на ВИЧ. И пока на этом все. Следить за новостями нашего канала всегда можно на официальном сайте и в социальных сетях. А если вы стали очевидцем интересного события, звоните нам по телефону 726-3222.